Каждую среду в студии телеканала Самарагис мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Муниципальный театр «Задумка» празднует 50-летний юбилей. Чем порадует поклонников титульный коллектив Самарской области в свой 50-й день рождения? Какие новые проекты планирует муниципальный театр? В нашей студии директор муниципального детского музыкального театра «Задумка» Светлана Явич и художественный руководитель детского музыкального театра «Задумка», заслуженный работник культуры России Елена Клотовкина. Светлана Викторовна, Елена Геннадьевна, здравствуйте. Спасибо, что пришли в нашу студию. Ну и с наступающим вас праздником. С наступающим вас праздником, потому что на самом деле 50 лет – это не просто юбилей, это вот прям очень такая круглая дата. Это действительно есть с чем поздравить. Я, знаете, даже вспомнил такую фразу из КВН «Пройдет время, и время прошло». Вот в 73-м году «Задумка» была создана, очень быстро летит время, атмосфера уже праздника сейчас в воздухе витает. Вот как будете отмечать, чем порадуете? Ну, мы порадуем наших поклонников, наших родителей, зрителей новыми спектаклями. У нас один спектакль называется «Все по-взрослому». Там заняты дети 3-го и 5-го класса. Это хоть и такой философский достаточно взрослый спектакль, но участники там маленькие дети. Он рассказывает о том, что маленькие дети, они тоже люди, у них тоже свои проблемы, такие же, как у взрослых. И вот как они их решают, как они в этом состоянии находятся, вот мы хотим таким спектаклем показать. А второй спектакль у нас будет «Космическая сага невозможная возможным». Понимаете, каждый юбилей от нас чего-то ждут. То есть хочется чем-то удивить, чем-то порадовать, что-то такое сделать, куда-то двигаться вперед. Вот мы думали-думали, куда же нам двигаться и придумали, что, наверное, век современных технологий, такого клипового мышления, когда что-то хочется новое, современное, вот мы задумали такой спектакль с использованием очень интересного видеоконтента. Александр Гурьянов нам в этом помогает. Это кто? Ну, это наш такой известный видеограф, который вот в Самаре, который будет нам делать все это. Но как он говорит, что такого не только в Самаре, а в России, в общем-то, он не знает, что получилось. Получился такой спектакль, который полностью завязан с видеоконтентом. У нас там будет и 3D-эффект, и, в общем-то, голографическое такое вот шоу вместе с хореографией. Ну, посмотрим, что получится. Мы рассчитываем на то, что к нам на эти спектакли будет потом приходить публика в возрасте от 10 до 16. Это самый сложный такой вот возрастной пласт, когда детские сказки им уже неинтересны, они не очень идут на детские. Взрослые спектакли тоже как бы не очень, а вот самый такой вот трудный возраст, я думаю, что вот этот спектакль будет им интересен. Надеемся на это. Еще раз, он называется? «Космическая сага. Невозможное. Возможно». Вот в этой ситуации вы его предполагаете, это будет главная премьера такая вот нечто? Да. То есть это будет то, что... Это все новое, абсолютно новое. Весь спектакль его еще никто не видел. И 4 ноября в ДК «Звезда» мы его покажем. А потом уже будем показывать дальше. Вот у нас в декабре планируется, в январе и дальше уже в 2024 году мы хотим его в оперном театре для публики, может быть студенты, школьники, показывать по пушкинской карте. Возможно, публика пойдет, потому что вот по нашему князю Владимиру к нам приходили люди по пушкинской карте, были очень довольны. Думаю, что и этот спектакль... Мы же его делаем не однодневку, мы его на юбилей показываем как премьеру, а потом очень хотим, чтобы наша самарская публика увидела наш спектакль. Все-таки это огромная работа, это большие затраты и творческие, и физические, и материальные. Поэтому очень бы хотелось, чтобы спектакль понравился. Будем надеть. Я думаю, что Светлана Викторовна для этого приложит все усилия, как эти задумки для того, чтобы... Я хочу как раз добавить по поводу того, что этот спектакль, который мы сделали, он как раз говорит о том, что традиционная культура и театр, они могут быть очень такими высокотехнологичными, современными и зрелищными. То есть, чтобы они как раз были интересны вот тем, той самой группе, про которую говорит Елена Геннадьевна, подростка, которые очень любят компьютерные игры, квесты, вот что-то такое. Комиксы. Комиксы, да. То есть, им будет интересен этот спектакль, как и надеемся. Надеемся, другим. Ну, вы знаете, я бы, кстати, задумался о том, что он будет интересен и взрослым. Конечно, конечно. Например, бабушкам, он точно может быть полезен бабушкам, дедушкам, родителям тоже. Понять своих детей. Понять своих детей, чем они живут, как они живут, в каком мире они живут. Потому что, ну, понятно, что восприятие этого мира несколько разное. Вот прийти и посмотреть, на самом деле, это, наверное, очень полезно. Вы, кстати, вот на потом, какой вот срок жизни вы предполагаете вот этого спектакля, этого проекта, скажем так? Ну, вы знаете... Или это сложно предсказать? Нет, сложно предсказать, конечно, потому что дети, они имеют такое свойство расти. А когда они вырастают, уже в костюмы, а костюмы не растут. Поэтому приходится смена состава происходит. А, вот так вот. Причем она стопроцентная. И возрастной. Вот если, понимаете, мальчик-незнайка, он маленький, когда мальчик-незнайка через три года вырос, он уже не незнайка, он уже незнающий. Поэтому нужно другого незнайку подбирать. Вот смена состава – это практически заново работа вся. Конечно. Вот. То есть это нужно все заново выучить, переучить, отрепетировать. Ну, вот сколько он продержится, этот спектакль, в данном контексте? Я думаю, что пока у нас там девятый, десятый, кто-то подрастет. Но год-два так точно. Слушайте, вот я, да, я вот, кстати, не рассуждал вот в этой логике. А ведь действительно у вас, особенность вашего театра в том, что у вас дети растут, кто-то потом вырастает, просто может, ну, как бы закончить выступать. Да, выходят дети, выпускаются, выпускаются, да. Выпускаются, да, и так далее. Но он, как минимум, может просто вырасти. И, условно говоря, незнайка будет метр восемьдесят, но это как бы уже не совсем не знает. Да я говорю, не знающий, куда его. Да-да-да, это уже скорее, скажем так, ну, карабас-парабас, может быть. Да, вот как раз это и отличие от взрослого театра. Потому что артист, он, если он играл какую-то роль, он через два года ее просто вспоминает, а у нас заново все переучивается на других артистов. Ну, ничего, мы восстанавливаем. Вот сейчас, после Нового года, будем восстанавливать «Маленький принц», потому что часть ребят выпустилась, выросла, ушла из театра уже. А кто-то подрос, уже может санцевать. Поэтому мы вот такую произведем замену, потому что спектакль тоже рассчитан на такую вот средневозрастную школьную аудиторию, востребованную. Его с большим удовольствием зритель всегда смотрел, и мы его хотим восстановить. Ну, это вот будем восстанавливать после Нового года. Ну, и плюс я знаю, что вы еще вот, ну, вот вы говорили, на «Незнайка» работаете. Вот что будет? Что это такое будет? Потому что, ну, для меня, например, «Незнайка» вообще и книга-то замечательная, это одна из любимых книг моего детства. «Незнайка» – это у нас такой замечательный спектакль был, он у нас эксклюзивный. Музыка, написанная вот нашими композиторами, постановка вся полностью наша, все. То есть это полностью вот от и до… Музыкальный спектакль, да. Именно самарский. Самарский наш, да. Он такой именно как мюзикл. Там не только танцуют, там поют, танцуют, играют. Он получился такой яркий, красочный, и мы его давно не работали. Десять лет? Да. Десять лет? Десять лет назад мы последний раз, по-моему, показывали. Но он таким пользовался успехом у публики. Он всегда дети с таким удовольствием его смотрели. Даже, знаете, иногда нам приводили маленьких совсем, там, годика три, говорит, ну, не знаю, как выдержит. Сидели вот так, говорит, смотрели, эти маленькие дети сидят, смотрят, не отрываясь. И потом видео, тогда еще были кассеты, мне просили, приходили, а можно еще видеокассету купить? Пожалуйста, мы затерли до дыр, говорит, эту видеокассету, ничего больше не хотим смотреть, только незнайку вашу. Поэтому я надеюсь, что публика сейчас сменилась уже дома, дети, которые были у нас раньше на незнайке, выросли. И сейчас мы с большим удовольствием восстанавливаем и на новогодних праздниках, новогодних елках будем показывать незнайку нашим, вот теперь тем деткам, которые выросли и придут к нам новым зрителям. Это добрый спектакль, это добрая вещь? Очень добрый спектакль. И он как раз учит дружбе, учит трудолюбию, учит тому, что нужно помогать друг другу, нужно учиться, нужно к чему-то стремиться. Ну, спектакль яркий, красочный, добрый, я думаю, что понравится нашим самарским зрителям. Это я больше чем уверен, потому что он уже как бы был известен. А, кстати, вот если говорить о сюжетной линии, это именно незнайка в солнечном городе, незнайка... Это незнайка его друзья. Незнайка его друзья, то есть это вот такая самая первая незнайка. Да, он не понимает, почему у него не получается, почему он пытается писать стихи, почему пытается там играть, все у него не получается, и почему вот... Замечает. Да, и мы выясняем, почему не получается. Ну что ж, я предлагаю, знаете, сейчас давайте сделаем паузу, посмотрим сюжет. Этот сюжет касается еще одного вашего замечательного проекта. Это «Князь Владимир». Ну, совершенно замечательный спектакль. Затем мы о нем поговорим, потому что это, ну, такое серьезное достижение, причем федерального масштаба. Я считаю, что оно прям вот, ну, однозначно федеральный проект. И затем продолжим нашу беседу. Хорошо. Поговорим о задумке. Драма, классическая музыка, современная хореография и изобразительное искусство. Все это соединилось в мультижанровом спектакле «Князь Владимир. Самарская страница». Ну, как же силу доказать свою? Как сделаться правителем достойным? Пойми, что сила князя не в мече. В партии великого князя Владимира, лауреат «Золотой маски» Роман Андрейкин. Княгиню Ольгу играет знаменитая балерина, народная артистка России Илза Лиепа. Вместе с уже именитыми артистами в постановке участвуют и начинающие, воспитанники детского музыкального театра «Задумка». Спектакль, конечно, не первый, однако после каждого спектакля это, безусловно, мандраж, какое-то волнение уже отходит на второй план. Главное во всей работе, я считаю, выдаваться эмоционально. Эмоционально у нас сегодня выдать все получилось. Впервые спектакль «Князь Владимир» был поставлен в 2018 году на сцене Большого театра в Москве. Изначально в постановке участвовали три творческих коллектива из разных городов – Керчи, Екатеринбурга и Самары. Но выбор пал именно на нашу труппу. Идею о возрождении спектакля удалось реализовать благодаря поддержке президентского фонда культурных инициатив и губернатора Самарской области Дмитрия Азаров. Певучий русский язык в сочетании с великой музыкой становится воплощением русского искусства. Все это отсылает нас к той далекой эпохе, однако постановка остается современной и легкой для восприятия молодыми зрителями. Очень нам понравилось, особенно, ну, как танцуют дети. Естественно, мы впервые видели вот так вот в живую Ильзу Лиепа. Патриотизм, я не знаю, очень прям эмоции на нас нахлынули. На сцене театра оперы и балета прошел заключительный в этом году показ спектакля. За несколько месяцев его зрителями стали более 9 тысяч человек. Еще 15 тысяч посмотрели спектакль онлайн. Ну вот, совершенно замечательный проект. Князь Владимир, ну, федерального масштаба проект, который реализовал задумка в партнерстве с серьезными, ну, собственно говоря, великими актерами, будем уж так говорить. И при помощи вот президентского гранта Фонда культурных инициатив важнейший вопрос тогда вот возникает, какая судьба, какова судьба спектакля. Потому что вот девочка, например, которая там сейчас была на синхроне, она сейчас продолжает быть вашей воспитанницей и вашей актрисой или она уже выпустилась? То есть вот что теперь будет дальше? Закончила 11 класс и уже студентка уже не работает уже в нашем театре, она уже не учится. Ну, понятно. Выпустили, да? Да, выпустили. Итак, какова судьба спектакля? Что будет со спектаклем? Потому что замечательный спектакль, очень много сил вложено, ну, вообще как бы его нельзя выпускать. Спектакль, он необыкновенный на самом деле, и он, мало того, что он воздействует на зрителей, очень хорошо, прям вот, ну, действительно воздействует. Он такой очень органичный весь, очень такой какой-то, ну, я не знаю, действительно многожанровый и очень патриотичный, красивый, музыкальный, хореографии великолепные. И дети, которые его танцуют, они его очень любят. Они проникаются им, и они с таким удовольствием каждый раз выходят на сцену. Поэтому мы очень хотим, чтобы он у нас остался в жизни. Вот, как я уже говорила, что вырастает новое поколение, должно немножко подрасти, потому что там много мужских ролей, много танцев, которые танцуют мальчики, взрослые, высокие, большие парни. Парни, хоть у нас их и много, но нужно немножко времени, чтобы они выросли. И на следующий год, я думаю, что мы начнем подготовку вот к этому спектаклю. И весной 25-го года... 25-го даже. 25-го, не 24-го, потому что в этом году пока у нас юбилей, у нас другие планы, проекты. А вот на весну 25-го года мы его восстановим, и еще вот так, чтобы 25-й, 26-й год мы могли его поработать. То есть вы сейчас вот начнете уже в 24-м году, по большому счету, работу над ним вновь? В сентября 24-го года мы начнем работу, потому что это большая работа. Да, огромная. Вот, и чтобы за полгода мы его сделаем, и вот весной, ну, после Нового года мы его будем с большим удовольствием опять вынесем вот на суд нашего самарского зрителя. Потому что это очень полезная работа и для наших детей, и для зрителей. И мы опять так же вот и Илза Марисовна с большим желанием ждет, когда дети подрастут. И Роман Андрейкин. То есть они найдут время, у них есть желание. Они очень любят этот спектакль, и тут с большим удовольствием работают и в нем ждут. И я спрашивала, как раз и Романа спрашивала, и Илза по поводу того, что если мы будем его восстанавливать в 25-м году, будут ли они принимать в нем участие? Роман сказал однозначно, это мой спектакль, я его однозначно буду играть. И Илза, да, она сказала, что это, она такой человек очень патриотичный, очень переживающий вообще о судьбе подрастающего поколения, о судьбе России. Поэтому она говорит, что этот спектакль, это мое сердце, поэтому я, говорит, однозначно буду в нем принимать участие всегда. Ждем, пока подрастут наши парни. Ну да, особенно сейчас, вот в текущей ситуации он вообще новыми красками заиграл, принципиально новыми красками. Просто на него смотришь вообще принципиально другими глазами, на самом деле. И я еще хочу сказать, что каждый зритель, который смотрит этот спектакль, он находит для себя что-то свое. Кому-то нравится современная хореография, и они в восторге от того, насколько она серьезная, насколько она интересная, захватывающая. Кому-то нравится классическая музыка, симфоническая причем. То есть под симфоническую музыку чаще всего никто не танцует. Есть специальный балет для музыкального материала. Очень сложный. И под Чайковского, под Сверидова, под Мусоргского, под Прокофьева. Это очень серьезная работа. И у нас был гениальный, я считаю, балетмейстер, постановщик этого спектакля, Елена Викетина Богданович, который, собственно говоря, и репетировал с нашими детьми онлайн. Мы отправляли ей. Ну да, репетиционные моменты, получали консультацию и все это восстанавливали. Она продолжит работу, когда будете восстанавливать? Конечно. Это ее любимое дитя, как она говорит. Поэтому... Ну понятно, в общем, своих не бросает. Нет, нет. Уж точно. Да. Она с большим удовольствием будет работать, я так думаю. А, кстати, вот в процессе восстановления, скажем так, спектаклей, новых репетиций, ведь вот, ну, или Епа, и Андрейкин, они же, ну, люди очень загруженные. И, соответственно, вот кто-то будет в этот момент вместо них как бы на сцене? Потому что вот, наверное, не на все репетиции они же смогут попасть. Нет, вы знаете, мы как-то уже вот с ними... Как это технически делается? Ну, они прилетают утром. А, вот так. За час до спектакля у нас идет репетиция, они входят и работают. Повторяют. Но первый спектакль, они приезжали на день раньше, у нас была предварительная репетиция. В принципе, мы, конечно, там у нас кто-то наш педагог ходит на этом месте. Да, вот я хотел этот вопрос задать, когда идут, то есть кто-то из педагогов, из взрослых актеров... Обязательно, чтобы дети понимали, что в этот момент так тут происходит какое-то действие здесь. Да, а после первой репетиции с такой совместной уже дальше идет по накатанному, там уже все понятно. Мы перед спектаклем проходим какие-то моменты необходимые и все, вспоминаем. Вот в задумке работают как бы взрослые актеры, вот они же и преподаватели, но тем не менее это детский спектакль. Но вот этот проект, князь Владимир, он показал, что, ну, по плечу, на самом деле, такие взрослые, на самом деле, очень серьезные спектакли, которые, ну, на самом деле, не потеряются ни в Москве, ни в Питере, ну, собственно говоря, нигде. И, я думаю, за границей тоже бы они показали себя очень достойно. В связи с этим вопрос, вот для того, чтобы делать такого рода проекты, нужны, соответственно, взрослые федерального уровня актеры. Вот предполагается что-то подобное в будущем? То есть вот что-то совместное с актерами, вот масштаб Алиепа, Андрейкина и так далее. То есть есть ли шанс? Ну, если такой случай нам представится, я думаю, что для нас это будет большой праздник, большая радость, и мы с удовольствием примем участие в таком проекте. Но пока предложение как бы не поступало такого уровня спектакля, пока у нас как бы... Ну, мы сейчас... Очень сложно сделать такой спектакль, понимаете? Очень сложно. Да, чтобы все совпало. Мы сейчас на 2024 год подали заявку в Президентский фонд культурных инициатив с таким новым проектом, который будет называться «От героев былых времен». Мы его делаем совместно с муниципальным духовым оркестром. Новый тоже такой, в общем-то, достаточно интересный проект. Да, интересный проект, так. Вот, он вообще о воинской доблести, он прослеживает историю, ну, получается... Русского народа. Русского народа. Русского народа, начиная с... Недолго в обоище. С Куликовской битвы. Да, да. Даже в обоище. Какая музыка в фильме, помните, великолепная. Вот, то есть мы хотим совместно с духовым оркестром этот проект сделать. То есть мы уже наметили какие-то определенные такие этапы, так сказать. В общем, творческие такие веки. Да. Сделали. Уже наметили, да. Уже обсудили. Вот осталось только выиграть. Ну, я больше чем уверена, что все получится, на самом деле. Потому что и сама идея замечательная, и проект замечательный, и, собственно говоря, муниципальный духовый оркестр, это... Да. Это как раз вот это, да, это как раз... Я у нас еще хочу сказать, ведь у нашего знаменитого композитора Сергея Войтенко, он же очень много сейчас хороших песен у них, вот, о России, о Самарском крае, и вообще вот такие патриотичные, очень хорошие песни, замечательные, которые мы вместе с ним хотели вот в финале этого проекта и тоже исполнить. Потому что я думаю, что это будет, как говорится, вот прям в тему то, что нужно. Вот если вернуться к юбилею, 50 лет задумки, огромное количество детей прошло через задумку. Я прекрасно понимаю, что, ну, нету задачи готовить вот профессиональных актеров, потому что, ну, хотя, конечно, если у ребенка есть желание, талант, упорство, и, ну, в первую очередь, наверное, огромное желание в эту профессию, конечно, вы ему помогаете. Вот как сложились судьбы ваших выпускников, сколько среди них вот людей, которые стали потом профессионалами? Уверен, что все стали замечательными людьми, но те, кто связали о своей жизни с творчеством. Да, специально так не подсчитывали, потому что выпусков уже очень много за 50 лет. Многие работают где-то и хореографами, профессиональными вокалистами, даже поют. Ну, вот сейчас мы под юбилей делали такую небольшую видео-подборку, ребята присылали свои видео-поздравления. Вот, у нас вот из молодых, кто сейчас работает, ну, наша главная гордость, наверное, Артем Анисимов, он солист ансамблю танца Игоря Моисеева. Ух ты! Да. И причем солист? Солист. Вот они недавно приезжали в Самару, мы были на концерте, там прям есть такой номер, хитрый Макану, где он танцевал, прям солист полностью, вот его... И вообще он большой молодец, конечно, много сольных партий там танцует, ему дали премию «Душа танца», именно одному из участников этого ансамбля. Нам очень приятно. Потом у нас Гелечка Сергеева, она у нас солистка оркестра Максима Дунаевского, они сотрудничают. И когда по программе культуры идет романтика-романса, передача, она очень часто там поет. Потрясающе. Да. У нас ребятки, вот, недавно закончил учиться Никита Шишкин, и он работает в театре мюзикла в Москве. Кирилл Краснов, артист театра и кино, много снимается. Вот сейчас недавно какой-то сериал вышел, прям название не помню, много он там играет. Это у меня еще ребятки. Саша Солдаткин в Виктюка-Служанке играл. Да вы что? Да, приезжал по всей России. То есть театр Романа Виктюка? Да. Ну, в общем, вот, много ребяток, которые... Но мы не стремимся к тому, чтобы они были актерами. Не стремитесь? А к чему стремитесь? Не стремимся. Мы стремимся, чтобы они просто выросли порядочными, активными, творческими людьми. Сейчас у нас где-то человек 10 только учатся в вузах Москвы и Питера на актеров музыкального театра, на хореографов. Ну, что из них вырастет, мы не знаем, но надеемся, что так же судьба служится и несчастливы. Они, во всяком случае, учатся, они с большим удовольствием, с большим желанием. Надеемся, что работать будет так же. Ну, вы понимаете, ведь актером может быть не каждый, а вот уж хорошим человеком, счастливым человеком, активным человеком, творческим человеком. Я думаю, должен быть каждый, кто выпустился из задумки. Да это и вообще каждый человек должен быть. А, кстати, вот чтобы выпуститься из задумки, а насколько сложно у вас учиться, потому что это учеба, по большому счету, ну или заниматься? Ну, вы знаете... Сколько раз в неделю занятия, какая продолжительность? Ну, не каждый день занятия. Домашние задания есть каждый день? Нет, у них есть домашние занятия, они каждый день занимаются после школы, там или во время, у них все это в школе, все вместе, то есть в принципе, понимаете, если человек хочет, если ему интересно и нравится, это совсем не сложно на самом деле. Потому что когда ты делаешь что-то в удовольствии, и ты привык распоряжаться своим временем с умом, когда ты понимаешь, как свое время распределить так, чтобы ты все успел, ты все успеваешь. Когда ты думаешь, ну это я попозже сделаю, я еще успею, время прошло, ты ничего не успел. Наши дети успевают многое. И что мне нравится, когда они выпускаются из задумки, приходят потом уже студентами, молодыми там людьми, они всегда говорят, ой, спасибо большой задумке, что я вот достиг в жизни того-то, того-то, потому что я умею распределять время, я умею трудиться, я знаю, что такое самодисциплина, мне это помогает в жизни. И вот я считаю, что это самое главное, то, что мы даем нашим детям, вот такую дорогу в будущее, по которой вот надо идти, и тогда ты все успеешь, у тебя все получится. Я считаю, что это важно. Слушайте, вы замечательный педагог. За 50 лет научилась. Я просто завидую вот тем детям, которым вот, ну, которым выпало счастье, на самом деле вот учиться у таких людей, вот как вы и ваши специалисты. А, кстати, с какого возраста принимаете детей? Четырех. С четырех лет. То есть уже в четыре года можно приходить? Да, мы берем всех, мы практически без отбора берем, потому что четыре года, да, ну, четыре года – это маленький ребенок, это пластилина, понимаете? И уже мы там смотрим, есть ли у него есть желание, если ему нравится, если у него потом начинает что-то получаться, он остается. Если ребенку это не надо, он понимает, что это не его, он идет ищет себе какое-то другое занятие. Вот, а мы уже детей с какими-то такими, знаете, профессиональными данными, у нас на самом деле очень мало, очень мало. В основном это все желание большого ребенка и труд педагога и ребенка совместно, все. Ну, собственно, как и в обычной жизни. Да. Много отсеивается, нет тут на этапе детей? Ну, конечно, ну, я не могу сказать, прям вот, очень много отсеивается, естественно. Это нормально, это нормально, потому что вот это вот такая вот, как говорится, сито такое просеивается именно в студии. А потом, когда они уже вот поступают первоклассно, они уже там небольшой очень отсев, только если куда-то уезжают родители или по здоровью что-то там. А так дальше они уже с нами. Время программы, к сожалению, подходит к концу. Светлана Викторовна, Елена Геннадьевна, знаете, большое вам спасибо за ваш труд, потому что то, что вы делаете, на самом деле, это очень важно, очень полезно. И хорошо, что это у нас есть в Самаре, хорошо, что есть такой муниципальный театр, есть такой муниципальный коллектив, потому что, ну, собственно говоря, что бы мы без вас делали и к чему-то не было. Чтобы мы делали без зрителей наших. Что бы делали зрители и что бы мы без зрителей делали. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам, что пригласили нас. Напоминаю, в нашей студии были директор муниципального детского музыкального театра «Задумка» Светлана Явич и художественный руководитель детского музыкального театра «Задумка», заслуженный работник культуры России Елена Колотовкина. Удачи и приходите на спектакль «Задумки» просто обязательно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова